Дорогой коллега, приветствую тебя! Сегодня я хочу показать рабочий процесс моделирования дороги с покрытием из аэродромных плит. Ну или дорожных, тут на самом деле не критично. Еще в 2013 году, когда я только начинал путь в проектировании, и одним из первых моих проектов была автомобильная дорога протяженность порядка 9 километров. Дорога эта была четвертой категории, и в связи с тем, что там эксплуатировался специальный транспорт, покрытие необходимо было устраивать из аэродромных плит. Сейчас хочу рассказать именно о процессе раскладки дорожных плит. В принципе, задача на самом деле не сложная. Фактически нам нужно по траектории разместить некий массив. Но у нас возникают нюансы на поворотах, нюансы на примыканиях и так далее. И настал вопрос, как эту работу можно автоматизировать. В проекте требовалось посчитать как сами плиты, так швы между плитами, швы между монолитными участками, ложные швы в монолитных участках, и саму площадь и объем по монолитным участкам, еще их называют некратные участки. То есть те места, где у нас плиты на поворотах разместить невозможно. То есть плиты же резать никто не будет, поэтому в данных местах укладывают монолитные участки. Немного поработав, попробовав разные варианты, я пришел к выводу, что можно сделать все это с помощью динамических блоков. К тому моменту я уже довольно плотно изучал различный контент, который был в интернете. И в принципе с динамическими блоками довольно хорошо был знаком. В первый раз вообще о динамических блоках услышал от Павла Лукьянченко. Вот смотрите, у него есть сайт. На данном сайте была посвящена целая глава работе, продвинутой работе в Автокаде. Именно отсюда я получил первые знания программы, а дальше уже просто развивалась. На данный момент часть уроков уже на сайте недоступна, но на канале у Павла, где в принципе эти же все уроки присутствуют уже в рамках плейлистов. И продолжая тему динамических блоков, я старался максимально внедрять в свою жизнь. Сделал метку для подписи трубы, труба сама тоже динамическая. Также разработал простой динамический блок для плиты. То есть ее можно вращать, используя два маркера. И динамический блок для монолитных участков, которые устраиваются на примыканиях и перекрестках. Впоследствии данная динамика, она тоже показалась мне недостаточной. Я продолжил развивать тему дальше. В прошлом году был объект, на котором в проекте организации строительства были дороги, которые также состояли из этих плит, но уже несколько более простой конструкции. Я, соответственно, переосмыслил тот динамический блок, который был ранее создан. И в результате смог получить тот вариант, который я вам хочу продемонстрировать. И также в мае этого года я проводил в группе небольшой опрос на предмет того, как заказчики требуют представления модели в части покрытия. Часть специалистов указали на то, что в случае моделирования дороги сплит, от них требуется моделирование отдельными элементами. На этом долгая водная часть закончилась, и давайте перейдем к рабочему процессу. Для демонстрации я подготовил такой вот несложный чертеж, то есть есть у нас трасса, по трассе построен коридор, и из коридора получена поверхность, на которую мы будем укладывать плиты. Здесь у нас расстояние 6 метров, то есть предполагается, что будут лежать 3 плиты по 2 метра, и какая-то полка под обочину. Вот динамический блок, о котором я ранее говорил. Что он из себя представляет, что он может. Блок имеет несколько управляющих ручек, то есть у него есть возможность за вершиной перетаскивать его, и, соответственно, переносить за базовую точку. Есть возможность строить линейный массив, да, на заданное количество. Есть возможность поворачивать блок, да, на нужный угол. И также есть возможность поворачивать часть объектов. В этом случае у нас линия разделяется, и формируется вот тот самый монолитный участок. Так, дальше, как блок работает. Я размещаю его на границе, и поворачиваю по перпендикуляру к оси. Дальше просто вытягиваю, как обычный массив. В принципе, тут ничего сложного. Он у меня имеет некое ограничение, ты, конечно, это можешь поправить. И размещает то количество, которое нам потребуется. Так, в принципе, видим, что да, у нас здесь уже получается блок вылазит. За границей что можно сделать? Можно его уменьшить. И следующий блок уже скопировать в эту вершину. Далее смотрите, что нам нужно. Я, наверное, буду делать по две секции. Вот так, по две плиты. И выравнивать их, ну, как-то. Как-то вот так. То есть, тем самым у меня сформировался тот нужный монолитный участок. Ну и, соответственно, дальше хитрость вся простая. Берем объект, поворачиваем его на нужную длину. Видим, что у нас здесь еще нужно довернуть этот объект. Соответственно, мы его доворачиваем. Монолитный участок, как видим, здесь у нас уже изменился. Ну и операция аналогичным образом повторяется. Так, мы с вами дошли до прямого участка. И, соответственно, нам нужно уже немножко разместить по-другому. То есть, таким образом. А теперь у нас поворот пошел в другую сторону. Что мне нужно сделать? Для этого у меня есть ручка отзеркаливания. Я отзеркаливаю. И направляю блок уже в другую сторону. И дальше аналогично продолжаю работу. Таким образом мы с вами разместили все наши плиты. В принципе, и уточнили наше горизонтальное положение. Следующее, что нам требуется сделать, это запустить динамо. Я для удобства сделал отдельную кнопку. Так, нам нужно открыть наш скрипт. Ну и кратко пробегусь, что тут есть. Мы определяем, с каким блоком мы будем работать. Получаем все вхождения. Получаем геометрию внутри объекта. Определяем, что у нас является монолитный участок. Что у нас является наша плита. Дальше есть нюансы работы именно с параметрами отражения. Как они у нас будут получаться. Из монолитных участков мы выдавливаем объекты на заданную толщину. Толщина монолитного слоя. Так, 2 метра это, наверное, многовато. А вот 0, 2, наверное, будет нормально. Далее нам необходимо указать поверхность, на которую нужно все это дело положить. И дальше у нас формируется система координат через векторы, через плоскость. И эта система координат подается для расстановки блоков. Блок у нас, соответственно, заранее заготовлен. Запускаю скрипт. Видим, что у нас что-то появилось. Смотрим, что у нас теперь есть в Сивили. Выбираю поверхность, выбираю блок и выбираю 3D-тело. Выбираю аналоги и просмотр. Мы с вами получили набор объектов и смотрим, что в итоге мы имеем. Мы с вами получили плиты и нужные нам монолитные участки. Дополнительно я учел заделку стыков плит. Так, мы с вами здесь получили. Теперь нам необходимо по всему этому делу, желательно получить бы красивые таблички. Это можно тоже сделать несколькими способами. Покажу с помощью стандартного инструмента спецификации L3D. Для этого выберу все плиты. Одна табличка и ведомость плит. Выберу опять также все элементы. Как видим, часть таблички у нас заполнена, так как мне панель больше не понадобится. Часть таблицы у нас заполнена, часть осталась с вопросительными знаками. Так, почему вопросительные знаки? Потому что часть объектов у нас не содержит требуемых данных. Поэтому выберу любой из блоков, выберу аналог и добавлю соответствующий набор характеристик. Как видим, у нас есть этот материал, наименование, площадь и примечания, можно что-то написать. Например, лайк, подписка, поделись с соседом. Все как видим, таблички у нас сразу же все восприняли. Мы видим наименование объекта, материал, то есть плита пак, площадь каждой плиты и количество элементов в данной строчке. Всего элементов у нас плит 129 и суммарная площадь 1548 метров. Также у нас есть еще 18 блоков. Это вот те самые наши динамические блоки, которые мы с вами размещали в начале. Они не содержат наборов характеристик. Видите, у них отсутствует. Поэтому они в данном случае отображаются с знаками вопроса. Исключить их из данной таблицы можно и, наверное, нужно. Эти нужно исключить. Соответственно, мы что сделаем? Мы возьмем вот эти наши блоки, выбрать аналоги, разделим и скроем их. А оставшиеся объекты мы из этой таблицы исключим. Все, табличка у нас очистилась. А теперь по поводу вот этой таблицы. Чтобы ее, соответственно, поправить, нам нужно сделать аналогичную работу. То есть выбрать участок монолитный, выбрать аналоги и на вкладке дополнительно добавить набор характеристик, соответствующий этому типу. Все, набор добавлен. Но смотрите, у нас осталась часть объектов, которые также содержатся знаком вопроса. И вот это уже в данном случае поменять нельзя. Почему? Так, верну наши скрытые плиты. И зайду в блок. Как видим, у нас здесь 3D тело. Раз, которому не назначен никакой набор характеристик. У нас есть 3D тело 2. Раз, два, три, четыре. Которому не назначен набор характеристик. И именно они попадают в спецификацию. Вот этому объекту набор характеристик назначен, заделка стыков. И мы поэтому увидели его сразу же. Вот этот момент, к сожалению, пока средствами сил 3D исключить нельзя. Поэтому часть объектов у нас будет показываться таким образом. И вот тот результат, который мы с вами только что получили в сил 3D. Так как он выглядит в навесе. В принципе, ну, красиво это не самое важное. Главное, что это все было функционально. У каждого элемента есть набор характеристик соответствующих. Который может быть использован для того, чтобы почитать те или иные значения. Ну, в принципе, это все, что я бы хотел вам показать. Поэтому берите идею на вооружение. Применяйте, используйте. Мой канал не коммерческий. Единственной его целью является образование нашего сообщества. Поэтому внесите посильный вклад в продвижение. Поделитесь. Поставьте лайк. Оформите подписку. Когда видео наберет 1000 просмотров или 100 лайков, я опубликую и скрипт динамо, и соответствующий динамический блок. Всем спасибо. Всем пока. А теперь у нас сладенькое для самых терпеливых. Никого не смутил тот момент, что площадь плит у нас 1500 квадратов. А площадь монолитных участков, которых гораздо меньше. Значительно больше. Давайте проверим и найдем проблему. Она, кстати, очень часто встречается на практике. Тут надо обратить внимание, из каких данных у нас берется. То есть в данном случае ведомость монолитных участков у нас берется из 3D тел, а это из блоков. В принципе, мы это здесь видим. Блоки и монолит. То есть фигура 3D, 3D тела, все вроде понятно. Как считается площадь? Площадь у нас считается по формуле. Кстати, здесь мы вводили двоечку. То есть у нас берется объем объекта и делится на толщину. Здесь это программная характеристика. И вроде все должно бы быть нормально, но не все так, как кажется. Смотрим объем 12 кубометров. Ну, что не может быть правды. И нам необходимо, так, во-первых, включить командную строку и забить команду IC-DVG-Unit-Setup. И здесь, смотрите, у нас сейчас суффикс стоит SquareFit и здесь CubicFit. Нам, несмотря на то, что здесь в единице чертежа указаны метры, нам необходимо повторно нажать метры. И у нас после этого суффиксы поменялись. Нажимаем применить ОК. И после этого табличка у нас будет считаться корректно. Вот такой вот специфический момент. Вот теперь точно все. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok